здравствуйте все кто со мной здравствуйте все любители гаданий и любители карт таро я ольга филимонова и я предлагаю сегодня сделать один расклад но в четырех вариантах на это непростое время это время между молотом и наковальней это время между двумя затмениями не случайно грозное название это время получила коридор затмений у нас со словом коридор всегда какие-то такие сложные ассоциации и это действительно коридор солнечное затмение 14 октября случилось а вот лунная нам еще предстоит пережить неизвестно что более ценные что более сложно я думаю это очень индивидуально персонально солнечное затмение или работа лунного затмения но мы сегодня сделаем с вами гадание который вот обязательно надо успеть посмотреть до лунного затмения то есть я какой-то такой определенный смысл именно временной закладываю сюда в это гадание и потому что вот уверена что у вас накопилось много вопросов если не проблем то по крайней мере до каких-то загадок может быть о собственной жизни и что происходит хочется узнать кому верить от кого сторониться на что рассчитывать может быть на какое будущее или как оценивать происходящее настоящее погасла свечка ни в коем случае не думать что это какой-то дурной знак я уверена что 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 мы тут же найдем другой кстати знак то на самом деле хороший потому что видите вот прямо не вставая с места не сходя с не отходя от сада нашла другую свечку и сейчас я ее мгновенно заменю и все у нас будет хорошо это какая-то немножко отсылочка к нашей жизни может быть к нашим каким-то жизненным проблемным ситуациям да то есть если что-то заканчивается не надо рвать на себе волос не надо пугаться потому что тут же найдется замена найдется жених на замена найдется работа на замен смотрите эти со свечкой думайте что это обычное положение вещей что у меня прям на столе залежи свечка но в этот раз вот она легко нашла и так какие вопросы примерно мы задаем картам до что к худу что что к добру вашей жизни сейчас небольшой экскурс наверное назад что было тоже спросим потому что ну люди уж так устроена не только будущее мы знать хотим еще любим поковыряться поразбираться в прошлом да это всегда деструктивно но куда деваться поковыряться в прошлом это достать себе почву для чувства вины для сомнений для раскаяния для сожалений и так далее но все равно это неотъемлемая часть жизни вот пусть будет начать что было что есть что будет наверное четыре варианта и соответственно предлагаю вам четыре разные колоды карты для тех кто еще с моими картами слишком тесно не знаком я их могу представить вот эти карты называется царская тару здесь немножко какие-то такие религиозные ну то есть иллюстрации связанные с церковным искусством правильнее наверное так сказать не с религией как таково именно с духовным искусством каким-то эти карты это кстати как ни странно классическая тару на самом деле более какого-то личного персонального названия них нету кстати мне кажется что вот когда вы выбираете себе варианты колоду можете полагаться на карту титуль на ту которая переворачивается правда я же ее не выбираю я же не готовлю эти вот здесь король мечей перевернулся то есть разговор о каких-то казенных делах идет или про начальство права что так вернемся а в первой колоде здесь у нас какая карта сверху ох королева пентаклей денежная карта ну семейная достаточно карта жены для тех кто про семью хочет спросить следующее это карты некоторых почему считают называют несерьезными это катару кошачий глаз очень красивый здесь сценки из жизни котиков моих любимых изображены надеюсь и ваших тоже иначе что вы делаете на моем канале и замечательные карты таро есть таро здесь переворачивается эти старший аркан карта умеренность очень и очень и очень и очень хорошая такая благополучная гармоничная карта про путь карта про достижение цели хотя и очень не быстро это медленная карта так далее и четвертый вариант 4 колода это на по таро такая современная интерпретация но тем не менее заслуживает внимание интересное тоже картиночки здесь здесь у нас перевернулась тройка кубков но праздничная радостная такая дружеская очень уютная карта что в общем тоже неплохо на по таро для четвертого варианта соответственно раз два три 4 ваши срочные вопросы ваши экстренные вопросы вашу растерянность ваши ожидания все это пожалуйста сейчас рассказывайте передавайте карта может быть вы у вас какой то есть вопрос конкретный например что должно случиться под этим лунным затмением или что должно случиться до 28 октября и по-разному можете задавать вопросы поверьте если будете слушать внимательно ответ обязательно услышите первый вариант карты этим называется царская таро гадание будет для вас если вы спрашиваете что вообще происходит почему все вокруг так странно если вас мочит может быть сожаление о том что вы что-то сделали напрасно или наоборот чего-то не сделали и если более глобальные вопросы серьезные есть например такие как как в какой точке судьбы вы сейчас находитесь то есть вы подножье вершины и вам предстоит подъем или может быть наоборот судьба готовит скорее испытания ну что ж карта для вас переворачивается оптимистично смотрите девятка мечей перевернулась для вас то есть ваши страхи в основном напрасные то чего вы боитесь а раз карта это здесь появилась тем более 1 это значит что вы боитесь и не пытайтесь от нас это прятать то чего вы боитесь не сбудется не будет этого чего вы боитесь проверки какой-нибудь увольнения или может быть разлуки с любимым человеком нет не сбудется это девятка мечей карта истерики карта напрасные страхи она называется и вы скоро очень поймете что это было напрасно и так что было давайте немножко с прошлого тогда начнем такс в прошлом все люди 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 королева кубков у вас выпадают король пентакли и рыцарь тоже пентакли что ли ну карты в общем достаточно хорошие то есть какой-то роковой ошибки в прошлом вы не сделали так спешу вас успокоить винить себя вам не в чем сомневаться раскаиваться не в чем в какой бы точке судьбы вы сейчас не оказались то есть хорошо вам или плохо успех у вас или наоборот как какие-то провалы в этом во всем виноваты или наоборот это их заслуга но какие-то другие люди то есть очень влияние других людей заметно нынешнюю ситуацию влияние через прошлое люди скажу так неплохие причем такой набор знаете разношерстный с одной стороны королева кубков это один человек или это группа людей которые вас любят искренне помогают сочувствуют и но в основном помощь их на эмоциях такая душевная люди которым можно жилетку поплакаться очень хорошо почему это могут быть новые люди которыми только что недавно познакомить и два персонажа масти пентакли здесь уже совсем другой разговор к вам они не относятся никак но они полезны и полезное знакомство что-то вроде щедрого и умного начальника если такие бывают вообще и что-то вроде человека который буквально несет деньги да то есть рыцарь пентакли это такой гонец с депешей но это не депеши в конверте буквально денежные суммы прошлом то в недавнем все хорошо но конечно мы здесь сильно отдать отдаленное ваше прошлое не заглядываем и говорим о событиях ближайших дней недель вспомните что за люди вам встречали что это за люди с которыми вы познакомились полезные хорошие кстати если это актуально то этим людям вполне себе можно доверять они явно без вреда вам появились что есть в какой точке судьбы вы сейчас находитесь так в какой точке судьбы вы находитесь сей сейчас нет пожалуй особо переломного момента хотя мы все его предполагаем наверное ждем до под затмениями а скорее что то есть такое возвратно в целом вы в уголочке безопасности знаете такой уголок безопасности то шестерка кубков описывает то есть нет врагов вокруг нет явной опасности нет близких потерь нет вот такого знаете вихря вода водоворота судьбы который вас готов куда-то затянуть на дно с шестеркой кубков принято очень благодарить судьбу за настоящее и с этой картой принято вот что называется жить настоящим умеете вы это делать или нет вот именно жить настоящим шестерка кубков это еще и немножко карта инфантильности собственно мне немножко всегда эта карта отсылка какой-то детскости инфантильности с одной стороны карта да немножко намекает что вы уходите в детскую позицию и не стремитесь сейчас разрешать проблемы и не стремитесь вообще не стремитесь командовать да почему вы себя так очевидно ощущаете ребенком может вам потому что вот вы познакомились потому что вы в окружении людей которые кажутся вам взрослыми вы на них какую-то ответственность перекладывается пусть они по-взрослому решают а вы пока отдохнете но в целом это неплохо но это шестерка кубков это знаете 50 на 50 отчасти это и совет для вас может быть до побудьте ребенком не берите на себя слишком много довольно ситуация такая не опасная по крайней мере пятерку кубков рядом пятерка кубков это как призыв здесь в этом окружении призыв или приказ для вас перестаньте срочно думать о прошлом срочно перестаньте думать на самом деле это только тяжелый груз и прошлое вас ваши абсолютно ясное безобидные также пожезлов здесь есть тоже нынешнюю ситуацию описывает хорошо бы очень хорошо бы если бы между этими двумя затмениями сейчас у вас что-то начиналось хорошо если вас что-то вот именно сейчас начинается если вы начнете может быть что-то не такое дерзкое не такое значительное может быть что-то довольно даже какие-то скромные будут ваши вот эти вот притязание а вот но начать надо все равно что-то хоть и не знаю хоть макрамы вязать но что-то надо начать а дело в том что всегда коридор затмение в коридоре затмение луна прибывает понимаете то есть это не математическая неизбежность потому что солнечное затмение бывает в новолуние естественно поэтому если с вами не начнете то вселенной за вас что-то начнет натолкнет вас на мысль на какой-то новый коридорчик на новый какой-то виток судьбы но в целом хорошие карты все благополучные здесь то есть примут сказать ах этот коридор вам всю жизнь разрушить я но уж точно что есть но это самое главное в какой точке судьбы вы находитесь хочу дополнять сегодня вот итальянским оракул очень люблю эти карты итальянский оракул честно говоря себе вот в это вот обыденной бытовой спешке себе гадаю только на них тут итальянский оракул вот видите какие одну карту достаешь одно слово читаешь на красивом итальянском языке понимаешь куда идти куда бечь так вот значит у нас будет всего на ваше настоящее одну карту на что обратить внимание донна маритата это замужняя женщина значит донна маритата замужняя женщина это опять же и портрет какой-то женщиной ищите например решение вашей проблемы у замужней женщины женщина может помочь чем-то пригреть приютить а вот а также это портрет и отчасти ваш то есть куда-то ваш взор обращать в семью на текущее положение вот какой-то такое ваша брачная ну замужняя женщина тут ваша интуиция должна сработать у вас должен какой-то выстроиться стать ассоциативный ряд в любом случае это тоже благополучная карта тоже благополучно прекрасная карта теперь что будет что будет ограничен до до 28 октября что произойдет с вами самое интересное самое счастливое то чего не может быть этого я вам всем желаю и очень искренне и предполагаю что так будет да так под лунным затмением что с вами произойдет интересное интересное при том что вы сейчас явно не переживаете какой-то вот великий момент в жизни до лунного затмения что-то все таки у вас случится видели вам придется покинуть что-то покинуть или кого-то из-за собственного нежелания здесь идет ваше охлаждение большое здесь идет обида боль которая гложет вас изнутри и вы уйдете из некой неблагоприятной ситуации в которой как вам кажется вам кажется вас ну как бы сказать помягче в которой как вам кажется вас обманывают то есть это может быть разочарование в определенном конкретном человек и хуже если это будет этим человеком будет ну кто-то могущественный кто-то от кого вы ждали волшебник волшебник голубом вертолете да это может быть человек от которого вы явно ждали прибыли или решение ваших финансовых проблем то есть здесь получается так что отказ от прибыли вас ждет что у вас в коридоре затмение финале до этого коридор именно отказ от прибыли но прибыль в основном конечно это деньги но иногда прибыль это нечто все таки немножко не такой уж материальная вот откажетесь не захотите прям знаете за упрямились не захотели что-то взять и да все вокруг удивились почему это вы отказались можете отказаться от любви от каких-то отношений любовных парных и все кубков много вообще ведь в раскладе кубков много то есть время такое вязкая королева кубков есть время такое очень эмоциональное вязкая медленное время когда делает ничего не делается и делать не хочется но зато очень много чувствуется вот если у вас водный гороскоп если вы соответственно рак скорпиона или рыбы то тогда расклад вообще вот на сто процентов ваш потому что кубки это ваша душа это ваше описание это вот ваша глубокая вот это вот вот это вот вечная эмоциональная маята до водные люди это вот те как те которые все время что-то чувствует мне кажется это невыносимо так жить когда ты все время что-то чувствуешь потому что у меня то вот вообще нет воды в гороскоп а но вы наверно привыкли водные люди так сюда тоже на будущее на ближайшее хочу достать одну карту из итальянского любимая карта я еще знаете люблю вот этот маленький формат очень прям люблю когда в руках легко умещать не вот эти громадные знаете как его аха или нами когда ну это вор или враг вот так называть скорее враг правильнее сказать да вражина видите в прошлом нет настоящим нет а в будущем ну держитесь подальше опять же люди опять человеческий фактор в общем какой-то враг появляется портством финансовую картину заставляет вас залениться или от чего-то отказаться так по раскладу получается по данному что вы вообще не борец не боец в этой жизни да ну может быть это временно конечно далее чтобы что есть что будет для вас три карты для вас что судьба готовит именно для вас вот как для персонажа для персоны для личности перемен это будут представляете что немного позже вот до 28 то затмение пожалуй нет а у вас здесь расчищается пространство то есть судьба расчищает буквально пространство вас что-то обтекает что-то ненужное а вот чуть позже буквально может быть через неделю после затмения через месяц время беспокойной будет вообще на нового года то вот тут смотрите и ловите исполнение очень крупные мечты причем мечта знаете какая-то не детская очень взрослая серьезность документами связаны с чем-то официальным что-то вроде приказа приеме на работу или получение гражданства или может быть оформление каких-то бумаг договоров на связанных с недвижимостью или с большими суммами денег перемены очень тревожные но обязательно к лучшему от видите какая-то внезапная юри внезапно юридически значимая новость вас ждет последствия которой совершенно 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 непредсказуемы мы но это прекрасно было бы очень скучно жить если бы жизнь наша мало предсказуемая правда и я хочу сказать что в целом в целом вот считайте это я вам такое такое время загадываю считаете отсчитывайте неделю после 28 октября то есть неделя после затмений да вот и вот эта новость очень крупная придет и станет понятно что фортуна на вашей стороне исполнение мечты идет исполнение желания ну давайте тоже итальянские оракулы что за желание давайте я уже на какую-то вашу личную территорию заступаю может быть нарушаю ваши границы но мне хочется знать что это за мечта то у вас мечта о легкой жизни тогда правильно если сказать потому что это карта же на легкость да вот правильно сказать легкость лагереться легкость мечта легкой жизни то есть это мечта знаете в отпуск уехать вдруг внезапно и отпустили и деньги нашлись отсюда у вас вот этот приказ об отпуске ваш вот это ваша дорога ты там ваша мечта о теплых островах то есть мечтаю какая-то такая у вас не трагическая она именно легкость сбежать на побег на волю развлечения мечта о развлечениях это может быть мечта о шопинге каком-то это может быть просто какая-то крупная покупка мы тоже такая знаете не натужная а вот как правило с этой картой понятно что покупка предметов роскоши бывают что-то ненужное купить абсолютно предстоит для вас так для дома тоже отдельная может быть тема ваши семейные дела дома ничего не бойтесь если боитесь ссоры в семье или неприятности с детьми какого-то плохого ремонта плохих новостей от застройщика или от арендодателя это все пустые страхи не сбудется это потом понятно откуда эти страхи берутся то что вам приходится чего-то ждать и также сюда и кто крупный выбор такой жизненно важный связанный с домом с семьей вас ждет но часто кстати карта то все-таки называется влюбленным то есть это начало новых партнерских отношений может быть начало семейной жизни через тернии к звездам я бы сказал у нас была карта звезда да для вас перед этим где она вот она вот через тернии к звездам то есть после ожиданий после разлук после страхов семья образуется или мир в доме образуется или семья восстанавливается в общем это очень благополучно но побояться перетерпеть вот этих семейных дел или это страхи с недвижимостью связаны с домом со стенами это все-таки обязательно есть для сердца давайте может быть именно строго вашими сердечными делами займемся чтобы не игнорировать любовную тему так на сердце серьезные намерения у вас на сердце у вас почему-то трудность а вы знаете когда есть серьезно но в это все проходили и лучше меня знаете на что легко любовь дается когда нет серьезных намерений когда люди развлекаются и ненадолго вместе когда начинается все серьезно когда ты связываешь все свое будущее с определенным конкретным человеком тебе сразу же становится с ним прям трудно и вот карты здесь говорят на сердце у вас у вас есть какие-то долгосрочные очень серьезные планы связаны с одним конкретным человеком насколько взаимные мы тут не знаем хотя третью карту я не достала еще вот но вы так ради этого готова стараться и возможно чистолюбие ваши задеты то есть нужно чтобы этот человечек с вами остался нужно листит вам это очень сильно человечек какой-то такой вот непростой может быть прямо вот ценный ценный весьма кстати для сердца до карты немного слегка отдают и рождением наследника то есть для ближайшее время какие-то хлопоты вокруг этого или новости о том что будет наследник у вас или иногда говорят у вас или в ближнем круге наследник например ваш или там у ваших детей вот но тем не менее на сердце у вас как раз не чувство не чувствовалось на сердце как раз идут у вас на сердце идут почему-то корыстные корыстные какие-то такие мать и восьмерка ходите на свидание как на работу или например встречаетесь с выгодным удачным парнем ради рождения ребенка вот какая-то такая история в целом неплохо похвально за много немножечко да так это значит для вас было для сердца чем дело кончится какое дело это вы сами спросите чем дело кончится то есть что оборвет ваши страхи что залечит чем тело кончится самое заметное даже колесница можно было предположить по предыдущим картам старшие арканы пошли колесница отшельник дорога большие перемены три старших аркана дело-то закончится сейчас все тихо мирно тишь да гладь а посмотрите как через неделю после затмения может быть течение месяца после затмения большие перемены ваш тут тут и найдете собственный путь карты говорят и отправитесь дальнюю дорогу там как угодно это работу можете поменять и вместо жительства кстати опять снова карты немного беременности склоняются очень вот им три старших аркана три карты не скажу что благополучно они беспокойны это троица беспокойно в целом сумме все равно они описывают большую заботу о вас это понимаете прямо вот большая забота и отшельник здесь с одной стороны ты ваш портрет то есть вы отправляетесь отшельник с умеренностью что вы задумали прямо не просто работа поменять а сферу деятельности камене не просто квартиру а страну или континент то есть здесь такие масштабные перемены и карта конечно беспокойной и вы в дорогу отправляетесь и в то же время ведь отшельник это же портрет на карта отшельник это человек с которым трудно но без которого нельзя и он вашей жизни появляется или как-то очень активно фигурирует и много ваших перемен и много ваших интересов крутятся именно вокруг этого человека возможно вы как раз отправитесь в дорогу не сами вот не самостоятельно а за кем-то дорога к любимому или за любимым человеком дорога за море чтобы найти себя чтобы найти какое-то воплощение жизни своей такой вот друга и чем дело кончится так ищите сердце успокоится к большой расклад получается но наверное нам это надо чем сердце успокоится большая новость придет собственно суд это то чего вы очень сильно ждете мы боитесь загадывать когда это случится знаете у каждого из нас есть какие-то заветные мечты заветные ожидания про которые ты даже вот не хочешь в принципе ну вот так вот суги в быту даже не хочешь знать когда это случится ну ладно отмахнешься и думаешь будь как будет будь когда будет вот и это ближайшее время может опять же 2 прямо 28 числа затмение может быть немного позже может быть и раньше вот эту крупненькую новость то такую удивительную вы дождетесь и последний совет последний совет итальянского оракула именно совет на что вам стоит обращать внимание ильведова да это вдовец вдовец буквально карта вам выпадает но она конечно скорбная картинка здесь скорбную но это персону эта фигура фигура человека который явно явно что-то потерял кто он вам обратите внимание может быть именно вы ему сейчас как нужны спасибо но вот это время колесо фар на вот это время между затмениями на случайно люди обращают внимание обращали всегда астронома строки потому что она действительно особенно мы оказываемся с вами зажатыми с двух сторон двумя довольно таки противоречивыми и спорными силами солнца с луной но не знаю там дружат они либо делают нам нервы пытаются нас садится мои как-то нас испытывают но время да действительно особенно для вас карта которые вы выбрали название просто классическое какое-то одна из разновидностей классического того и так что было сначала заглянем в прошлое чуть-чуть ваше прошлое ох сразу карта прошлое выпадать до прошлое это для вас не пустое слово не пустой звук так много есть ошибок печали связанных с прошлым так много есть знаете вот ощущение что вы вот очевидно спотыкались кого сказали не то сделали не то ли наоборот не сделан не сказать и ощущение запутанности в прошлом обман в прошлом недостаток информации обходные пути кто-то к вам подкрадывается кто-то вас использует прямым текстом но очевидно потому что вы успели от этого опечалиться прошлое не дает покоя причем наверное ваша ошибка самая большая вот в том что вы себя вините потому что считаете что вы сделали неправильный выбор неверный выбор поступили неверно и либо стоит либо раскаяние либо вина у вас есть на самом деле успокоен нет вы по-другому и поступить то не могли потому что да был ваш выбор но вас обманули провели вокруг пальца причем поскольку карта влюбленные здесь упадать этот обман связан с чем-то лично этот красный подкрался дрался в ваше доверие да а вот и с любовью связано то есть кто-то напросился в любовники или в друзья или в подружки к вам и сейчас кошки конечно сердце у вас очень 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 скребут что было что есть сейчас принципиально важным настоящий момент вы очень сильно озабочены серьезными взрослыми делами это документы может быть какие-то юридические вопросы вопросы справедливости вы знаете как по совести по праву в общем как с вами обходится и очень конечно чувствуете ответственность то есть вы собраны его приходится быть собранными приходится себя ограничивать приходится быть взрослыми приходится меньше отдыхать больше работать приходится сирина очень напряженная тяжело о чем-то думать не обязательно плохо но детскости детскости нет предаться детскости невозможно потому что вы выросли все ощущение того что детство закончился никогда не вернется на самом деле все в настоящем благополучно и хорошо да юридически какие-то бумажные вопросы то есть с работой может быть связано с бизнесом и с чем угодно хоть с недвижимостью это все сейчас разрешается но речь о больших деньгах идет речь идет о хороших прибыли харитик идет о какой-то очень даже приличной работе каких-то приличных заработках так в принципе сейчас что-то вселенная ведь и взвешивает решает в отношении вас ну вселенной собственных весов нету и ручек чтобы их держать тоже нет поэтому вот вселенная решает естественно сюда ну кто-то решает от ее имени пример набор авторитетных людей решает принять ли вас на работу или кого-то другого будущее вернее прошлое сомнительное настоящее очень даже приличные хорошие я сегодня дополняю гадание вот этим по итальянским оракулам и любимая карта я себе в быту в спешке гадаю на этих картах достаешь одну карту одно слово на красивом итальянском языке читаешь и все с тебе становится понятно про жизнь и про себя и кстати вот вообще не подводят эти карты вот вообще даже какие-то очень странные парадоксальные прогнозы ног там не дают например обещают неприятности на ровном месте с каким-то человеком к человек производит хорошее впечатление и правда обязательно плохо кончится вот этот итальянский року так в настоящем что еще чем мы дополним тут ладона диссервизио это служанка по моему да по моему служанка служанка то есть карта делает какую-то отсылку я понимаю к службе до к службе разговору речь и работе тройка пентаклей рядом здесь служанка то есть работе об обязанностях каких-то родовых рабочих вас для кого-то для избранных это может быть совет нанять служанку да или может быть это значит что вы какое-то очень полезного для себя верного может быть преданного человека сейчас имеете рядом и не замечаете например служанка да это для работодателей например я думаю это появление какого-то надежного наемного работника может быть в общем служанка это тот кто работает тот кто обращает внимание на службу что будет но поскольку мы договорились гадать краткосрочно на срок до периода 28 числа то конечно вот мы так и сделаем что будет под в этом коридоре затмение для вас будет всего много естественно сейчас жизни все вы спокойны но самое главное так любовь вам выпадает любовь партнерские отношения во всех случаях ведь и двойка кубков здесь выпадает двойка кубков такая простая карта обозначает она влюбленность под этим лунным затмением готовы ли вы влюбиться всем сердцем и без оглядки рядом рыцарь кубков для женщин гадающих по этому варианту рыцарь кубков это конечно же портрет какого-то героя такого романтического хорошая карта двойка рыцарь куб конечно очень хорош но когда они так плюсуются вот рядом две любовная карта вот я по своему опыту могу сказать что это немного розовые очки это все-таки присутствие каких-то иллюзий вот одной бы нам хватило здесь да ну будет влюбленность другой будет жених хорошая когда они вместе тут эта история романтическая немножко отрируется немножко нагнетается и в итоге что мы получаем повешенной то есть рабство от любви рабы любви предстоит вам стать это ограничение связанные с партнерством это может быть человек новый человек новое знакомство новое знакомство которое резко будет много времени занимать например и много ваш много какой-то тяжести идет от этого в целом в целом я бы сказала что это все очень даже неплохо по крайне не к не к лучшему никуда как мы договорились смотреть что будет к ходу что к добру но знаете вот все таки здесь этот повешено опять же просит вас избавиться от прошлого то есть это этот романтический герой вот это крепкая пара это все с бывшим это все бывший ваш может быть да это может быть не новое знакомство возвращение какой-то такой любовной истории но может быть весьма спорный которую давно пора выбросить и забыть а вы как будто вообще так это выглядит как будто бы к вам бывший возвращается а вы не можете отказать и вздыхаете и со скрежетом ворчите но все-таки его принимаете соглашаетесь его принять какая-то такая история но все равно она очень романтическая она очень ярко и приятно могло быть и хуже как я все время говорю да так что было что есть что будет еще тоже сюда одна тему надо дополнить итальянским тоже оракулам последнее время о легкость ларь ларь ги лигереца по моему правильно читается так карта легкость называется то есть принципе это роман это любовь которой не надо так много приписывать и от которой не надо так сильно много ждать для вас для вас теперь для вас романтические герой никуда не деваются видите полностью аж два короля для вас очень скоро это в границах опять же вот этой предстоящей неделе это может быть вот по затмению в это время да ну говорю один король ну по сути здесь выпадают два для счастливец до мужчины серьезными намерениями выпадает для вас что самая ценность что самое важное именно мужчина серьезными намерениями а причем мужчина взрослый достаточно но не старый давайте попробуем воли с поразбираться более с каким-то портретом он какой-то такой знаете довольно магический он довольно мистический он довольно влиятельный персонаж или влияющий мужчина обнажает свои серьезные намерения кого под для вас такой подарок здесь есть король мечей а король мечей это все-таки он такой немножко казенной то есть это портрет начальника начальник может вам выразить свое почтение выразить свое необыкновенное доверие для дома семейные дела домашние тоже посмотрим заодно здесь может быть немножко сообщение могут быть не совсем про вас более про родственников ваши стены но мы так схема расклада такая молодой человек здесь есть студент да возможно ребенок вообще паш пентакли вот и нет с ним все хорошо но у него что-то заканчивается ребенок ваш например может объявить о том что прекратил учебу это знаете как университет закончить нельзя его можно только прекратить вот что-то в жизни близких молодых людей ваших близких молодых людей меняется никуду нет абсолютно то есть здесь как раз ясность какая-то появляется яркое событие вас ждет именно в семейной жизни знаете такой вот яркое многообещающие то здесь идут какие-то вот такие определенные перспективы и ну в то же время понятно понятно триумф связанные с домом с семьей прекрасный но этот триумф тоже знаете как бы это и может с бюджетом же часто наш триумф семейным часто связаны с бюджетом дать покупка там чего-то большого для дома или самого дома как он счастливый переезд а может и радость как раз-то ребенок да это известие о рождении ребенка счастливым которым вы очень-очень гордитесь и перемены в жизни от этого для вашего сердца здесь у нас будут что это что какое-то предложение вас ждет чем три фигуру фигурные карты и масть мечей очень для всех ваше сердце паразит самый центр его паразит при предложении приглашение необычная новость очень какая-то такая нестандартная то есть посмотрите вихрем врывается некий человек ваше сердце вашу голову в сердце дамы для сердца же говорим вот с таким вот предложение это предложение о браке ну какой-то вроде бы в дату с мячей предложение о браке хорошо но есть одно но почему так много мечей то что-то это предложение какое-то во-первых срочное внезапное рискованно и какой-то очень настойчивое знаете так вообще в сердечных делах есть присутствует мужчина с черствами конечно но какой-то уж очень резкий какой-то дерзкий такой уж слишком решительно не знаю я таких не люблю а вы решайте вам вы может быть любите таких не знаю я таких лично боюсь хотя обилие масти мечей тут король да тут все 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 мечи а нему это может быть только отсылка к воздуху до мужчина воздушного знака мужчина весы вдали или кто еще близнецы на и чем дело кончится так давайте сюда еще достанем итальянский оракул то что как бы и понятное но и как-то беспокойно для вас для сердца для сердца видите кто-то прям сильно вас удивляет а времени аж осталось мало немножко осталось мы же гадаем на короткий немножко осталось времени чтобы кому-то вот придумать чем вас удивить так для сердцем грант конечно извиняюсь я моему итальянскому да но это знаете как переводе сейчас я скажу утешение наверное правильно так сказать это большое успокоение до или утешение вот так вот то есть в этом предложении будете ну ты что рады радости тут нет конечно вы это как сатисфакция то есть вы будете удовлетворены вот этим предложением которое вас ждет чем дело кончится чем ваши текущие ой не те карт это все чем ваши текущие проблемы чая не чем дело кончится опять король чем король жезлов никуда не деться вам прям вот эти все пространство будущего причем ближайшего будущего это неделя может быть две недели да но особенно обращайте внимание на на день под затмением 28 вам все это пространство заполняет собой загораживает что ли да какой-то один человек воз мужская самец то есть вот и чем дело кончится но опять же и нет инициативой мужчины дело кончится инициативой мужчин чем серьезно ведь это мужчина который настаивает на продолжение отношений настаивает на продолжение вашей любовной истории он кстати надежный если я вас успела смутить или напугать на самом деле мужчин это очень даже надежный и если что-то вам и в не нравится то это ваши проблемы или какие-то ваши предрассудки потому что на самом деле это с ним все очень даже в порядке и если вы откройте глаза присмотрите поймете что этот человек очень важно очень очень важно чем дело кончится ведь настойчивый инициативный мужчин деньги что ли предлагает идти дальше вместе по жизни предлагают и чем сердце успокоится ну все тем же самым те же лица в тех же декорациях ведь опять мужской персонаж что два рыцари выпадают причем опять как какие трофейные мотивы то есть знаете если бы я так по грубее выразилась вот такое ощущение что за вами кто-то прямо очень корректно надо кто-то у вас ну кто-то жаждет вас вот так скажем да кому-то очень нужно быть вместе с вами вам от это будущее никуда не деться до будущее буквально все ближайшие сконцентрированного на нем сконцентрированно на нем мужчина который борется за вас очень гордится вашим вниманием хорошие и разные да с одной стороны жезлы есть огонь страсть другой пентакли то есть богатенькие и серьезными намерениями сердце то ваше успокоится гордиться будете собой хвастаться будет скорее знаете сможете похвастаться женихом женихом пойдете хвастаться к родственникам или к друзьям вот и а совет общий для вас это тоже итальянский оракул меланхолия карта называется но меланхолия на это как на русский язык мы как привыкли как говорим меланхолия да но на самом деле это не совсем тут смысл совпадает до меланхолия как нашего понимания это грусть вот скажем так немножко грусть от того что мечта сбылась или грусть от победы ты немножко такой вот шаг назад или можно желание отдохнуть спасибо какие вопросы вы задаете себе в это беспокойное время когда все кончится чем все кончится правда же да смотрите в прошлое вините себя в чем-то или хотите разобраться как по традиции хотите в прошлом что-то поправить и по крайней мере разобраться сказать себе что вы не виноваты что это так судьба это так обстоятельства сложились издревле люди вот боялись этого времени поток меня вот это пугающее слово коридор но это сейчас мы говорим раньше нами по-другому говорить потому что вот эти вот игрища солнца с луной почему они так дело в том что ведь если мы так рационально математически на всю эту историю затмение мы посмотрим там столько странностей столько загадок то есть а почему почему так получается что с завидной регулярностью солнце с луной друг друга затмевают почему они всегда ходят парами затмение то есть этому есть какие-то физические объяснение но есть и много вариантов чтобы так не было вот что я хочу сказать то есть какая-то мистика какая-то магия во всех этих затменных делах все равно всегда есть и прослеживать поэтому и мы водовороте в этом под этим давлением в этом кружении что ли оказываемся очень разные вопросы будем задавать картам очень разный ответ услышим и для вас 2 кошачий класс и я дополняю сегодня итальянским уроком мои любимые карты вы знаете итак первое что было с прошлом давайте разберемся что действительно ли вы что-то там такое не доделали переделали как мы в основном это делаем или можно расслабиться но сожаление о прошлом вас конечно есть вот собственно сама эта карта старые печали тройка ничей выпадает потому что жили не прошлом есть помните вы не то здесь недавнее прошлом на 20 лет не заглядываем то есть это буквально может быть опять же в рамках вот этих казак менее где-то месяц назад да вот печаль часто во внутренним взором смотрите назад анализируйте какие-то разговоры может быть что это как в песне поются может мы обидели кого-то зря а вообще тройка мечей это еще и не разделенные чувства то есть вас может быть обида уязвленность ощущение отвергнутости именно потому что ваше чувство кто-то не разделил причем не разделили довольно грубо потому что ничто не предвещало ведь как будто бы тройка кубков до тройку мечей превращается то есть дружили доверяли друг другу никакого подвоха друг от друга не ждали неожиданная новость как гром среди ясного неба предали ушли отказали могут с карты любовь здесь говорить могут про дружбу родила вы отношения не знаю даже что трагичнее линит для себя вам в чем-то пара из про в чем-то происходящем да вообще то не знаю тройка мечей всегда советует прошлое забывать вы печалитесь о том что давно пора забыть а вот интереснее настоящая сейчас то в какой точке судьбы вы находитесь сейчас и . ли это да или может быть это какой-то длинное тире так в настоящий момент вы делаете очень сложный выбор вот сейчас прям вы услышали слово выбора из моих уст можете прям видео остановить или просто остановитесь и подумайте именно что вы выбираете работу семью сумку соседей квартиру страну цвет волос специальность в университете вот что вы сейчас выбираете прямо ответьте себе мне не надо себе одним словом нет мне тоже надо в комментариях напишите что вы выбираете мы выбираем как бы к нам кажется каждый день что-то но у вас реальный выбор сейчас и вам от него не отвертеться то есть за вас никто не выберет его никак нельзя избежать вот она карта влюбленные то буквально перекресток на котором нет дороги прямо только направо пойдешь и только налево пойдешь и выбор этот что пугает этот выбор очень сложно там котиков показываю очень сложно делать выбор очень потому что есть тайна ничего вы не знаете как это знаете как сажать самолет в условиях проху плохую видимость ну и вообще сделать любой выбор да вы не знаете данных очень мало вводных данных уравнение с множеством неизвестных очень сложно как сделать выбор если вы ничего не знаете ничего толком не знаете и рядом пятерка пентакли мало того что не знаете еще ничего не можете еще у вас ресурсов нет чтобы этот выбор правильно то есть одно дело когда выбор свободный без без давления когда полно ресурсов когда полно денег любой выбор такой радостный веселый становится до чтобы вы не выбирали когда много денег это и опять же работу или творчество или можно выбрать вообще не работать когда много тени а у вас видите сейчас поджимают ресурсы поджимают сроки поджимают опять же финансы поджимают здоровье может быть кого-то поджимают с этим выбором деваться некуда это знаете напрашивать напрашиваются разные конечно пример вплоть до того что поскольку карта влюбленная на выбор часто описывать связанность личной жизни это даже может быть выбор в пользу брака например с такими картами девушка принимает решение выйти замуж потому что ничего другого не остается вроде бы про жениха она ничего не знает но в то же время зарплаты своей не хватает надо чужую какой-нибудь к рукам прибрать понимаете да немножко грубоватый пример но смысл все равно такой это и выбор работы может быть тоже очень драматично потому что надо выйти на новую работу куда деваться вы ничего про это дело про эту компанию не знаете понятия не иметь но подушка безопасности закончилась наши запасы закончились грозит год впереди да вот и вам приходится на эту работу выйти ну вот так примерно вот так такие события такие явления очень важный выбор обратите внимание выбираете вы сейчас больше чем работы больше чем жениха и больше чем сумку выбираете вы сейчас судьбу итальянский оракул ваше настоящее тоже дополнит ну выпали так выпали карта 2 хотела одну достать ну две ладно ламанта это любовница по моему и станзо и комната женщина в комнате женщина разговор комнаты имеется виду как помещение обратите внимание на именно на локацию на помещение где что-то происходит или должно происходить комната до вас приглашают или куда вас напротив не пускают это комната в которой например любовное объяснение происходит или предложение какое-то вам дело комната где празднуется помолвка может быть что будет ближайшее будущее мы здесь надолго не заглядываем в пределах лунного затмения 28 до 28 октября то может быть через неделю после него ну примерно мод ориентируемся на эти даты так что было что есть что будет а поцелуй судьбу и какое-то великое счастье вас ждет большое везение да ждет вас сам увлекательных ждут вас увлекательные дела увлекательные проекты почему-то это королева жезлов да а кот нарисовали кота так по лицу это код вот и выбор не отступит ответите как не отвяжется от вас судьба в этом плане может быть вот выбор который вас мучает теперь может быть ближайшее время вам его полегче будет сделать вот сейчас он мучительный тяжелый будет полегче сделать потому что кто-то пойдет на компромисс круто на что-то согласится кто-то как-то мягче станет кстати вы может быть будете мягче более какие-то такие лояльные решения будете принимать это и совет для вас опять же будьте лояльнее ну то есть и судьба как правильно сказать то судьба помогает вам более распоряжаться собственной жизнь какая-то свобода у вас появляется в принятии решения от этого этого самого выбора не по не станет меньше нисколько но он посвободнее то есть более выбираете судьбу более то вы можете на происходящее такое влиять вообще королев жезлов считается карта работы и карта новые работы тоже кстати интересно если у вас сейчас выбор связаны с работой вы решаете выходить не выходить на работу то когда вы выйдете ближайшее время на эту работу видите вам судьба поможет выйти на неплохое место выйдите на эту работу выбирать не перестанете но все равно на это в этом новом офисе будете как вот этот котик в аквариум будет смотреть в окошко и будете продолжать думать они перейти ли мне еще куда-то они ждет ли меня еще что-то более лучше впереди для вас далее следующей карты для вас будут это ну вообще-то счастье большое везение победа вас ждет победа обойдете кого-то такой победа в конкурентном споре может быть это изданный экзамен и победа за борьбе за карьеру за какую-то новую должность счастье это такой какой-то свет понимание происходящего опять же мы говорим про время вот в пределах недели десяти дней может быть тела двух недель это все в районе вот этого лунного затмения который к нам приближается 28 октября вот бумага важная выйдет а в отношении вас выходит важная бумага приказ какой-то на работе может быть но эта бумага и например договор то есть договор которая оформляется сделка какая-то купли-продажи чего-то еще например все так прибыли все это к тому чтобы вы могли похвастаться все это к тому чтобы вы могли выделиться и похвалиться что путь к успеху был долог и труден победа буквально карта вам и просто обещает по беда для вас она где-то на просторах этого времени лежит для дома семейные дела ваша схема расклада она такая новость вас ждет про семейные дела она отчасти казино это может быть новость про школьные дела ребенка я про его учебу в университете но в любом случае новость касается каких-то долгосрочных проектов не сиюминутного это именно может быть то что годами мириться и кстати что годами мириться строительство дома так как правило годами же дом строит в чем неважно вы сами это делаете какой-то застройщик для вас а вот такое известие ждет довольно благополучное само по себе но она о том что надо подождать то семейные дела буквально у вас откла откладываются приходится приходит легкая какая-то досада но общий совет такой вот продолжать кстати пажи это дети поэтому обращайте внимание на молодых родственников новости связанные с ними тоже довольно благополучно видите паш мечей и карта умеренность то есть ваш ребенок может сделать выбор жизненно важный выбор как это профессии да вот выбор он выбирает университет или выбирает профессию призвание свои может быть выбирает себе какую-то вторую половинку довольны вы этим или нет неизвестно здесь но в принципе время терпит теперь для вашего сердца конкретно про любовные тела мы спросим любовных делах вас ждут перемены то опять же ближайшее время новый дом какая-то дорога в новую жизнь о большой шанс большая удача туз пентаклей самая жирная карта в колоде 2 то есть это новый дом новая семья новое партнерство это брак или предложение о браке это переезд пример решение объединиться бюджетами и под одной крышей объединиться с любимым человеком то есть вот прям вот буквально какая-то новая припоставь существование ваша личная жизнь пожалуйста когда выпадает на сердечные дела туз пентаклей не пропускайте ну вот шансы что ли не пропускайте возможности не пропускайте этих людей которые стремятся с вами быть то есть туз пентаклей это как-то сразу все в одном флаконе начиная от нового замечательного знакомства такого долговременного серьезного и заканчивая может быть свадьбой даже предложением о браке новость яркая новость запоминающаяся то есть вот эта новость когда прозвучит вы запомните эту дату знаете женщины любят запоминать да ты и вот эта новость это то что вы будете потом праздновать там годовщину потом два года и так далее вот это все и конечно же перемены большие перемены вас ждут то есть вы в своей личной жизни отправляетесь в какое-то путешествие за мечтой это еще не сама мечта не исполнение ну вот путь дорога за мечтой чем дело кончится чем кончится ваши перри за переживания в этом затменном коридоре правильные наверное так что был понятно за гадать делами денежным успехом заработками а вы знаете результаты вообще происходящее го оно разное у вас а результаты очень практичные простые понятные то что можно посчитать конвертировать потрогать и в карман положить в итоге потому что видите рыцарь жезлов вместе с десяткой жезлов карьеру вам новую должность назначение какое-то новую ответственность новые взрослые проекты обещает а паш пентакли это просто сообщение о деньгах новый источник доходов премии прибыли какие-то такие очень вот именно материальные партнерство кстати могут быть потому что пашет все-таки фигурная карта на придворная то есть выгодно очень удобно и партнерство может быть прийти в это время но останетесь с барышами останетесь при деле останетесь при карьере и останетесь при активной жизни и чем сердце успокоится еще так чем сердце успокоится ну вот опять же видите собственные подвиги десятка жезлов девятка жезлов то есть карты сами по себе не успокаивающие они не умиротворяющие ни разу они как раз наоборот зовут вас это как трубы ерехонские до которые которые вас приглашают просто предстоит вам в это затмение после вокруг него в это время это время для вас очень деятельное когда вам будет чем заняться когда вокруг все закрутилось все происходит и вам везде место находится видите десяточка девяточка пентакли то есть в любом проекте например в компании корпорации вас приглашают вам место находится авторитет вас будет ваш будет растет расти без вас не обходятся люди все вокруг вас очень многие вещи вообще на вас завязана как бы вас упираются а вот и эти эти карты знаете как бы приглашают к подвигам то есть вы они хороши для тех кто не готов отдыхать для тех кто хочет выделиться и быть лучше всех это такой общий совет для вас быть лучше всех абсолютно лишенный какого-то драматизма расклад то есть ничего плохого опасного даже нервного я не увидела активное время востреб целом карта то есть одним словом сказать да карты обещают вашу большую востребованность это время когда вы вдруг стали всем нужны во всех смыслах личной жизни в карьере тогда это приглашение к работе партнерства и тогда и один совет из итальянского оракула пожалуйста будет для вас ох ну фортуна тут это не нуждается в переводе в комментариях это карта смысл эти названия очевидны фортуна это судьба а как совет карта это вам рекомендует положитесь на судьбу как это ни странно быть это немного выбираете но научитесь не слишком вмешиваться все-таки вход событий что называется будьте в потоке слушайте подсказки интуиции и не сворачивайте фортуна видите да не сворачивайте с выбранного пути спасибо дорогие любители таро дорогие любители гаданий это гадание для вас если вам интересно это предстоящей неделе вот это вот все предстоящее время до затмения лунного 28 числа до после затмения может быть ближайшее время мы здесь на короткий срок гадаю немножко следую прошлое настоящее немножко заглядываем в будущее раздаем совет правильно сделали что выбрали вот эти вот карты на по таро современные иллюстрации современная прогрессивная модель новая колода а стремиться нужно всегда к новому потому что классика это для пенсионеров а мы люди с вами продвинутые хотим оставаться молодыми хотим активной жизни поэтому для нас вот такой вот современный ненавязчивый ультра дизайн и так сначала в прошлом и заглянем сейчас немножко настройтесь на гадание как всегда я прошу вас задавать картам вопроса знаете что предсказательная система таро вообще в целом изначально она создает была создана придумана для гадания по вопросам для ответов именно на вопросы мы делаем расклады общее естественно я имею ввиду без вопросов то есть там предсказательный круг на 12 домов гороскопа например абсолютно без вопросов к верен то то есть только то что карта хотят сказать но это немножко это скорее допущение скорее исключение самое главное это ваши вопросы ваше прошлое какое но да хорошая хорошая и я так скажу вас она не мучает в отличие от ваших соседей например от тех кто выбрал там соседние варианты да у них прям очевидно там идет какая-то яма затягивает в прошлое нет у вас все хорошо вас в недавнем прошлом кто-то понял понял кто-то понял понял кто-то понял кто-то понял полюбил простил и вы с кем-то помирились прошлом или вы влюбились полюбили и у вас был шанс показать свою любовь поэтому вы счастливы и рады вы кого-то одарили хорошо себя вели и шестерка кубков есть да тоже то же самое полюбили и простили помирились с кем-то вместе оказались куда-то съездили кого-то поддержали хоть и как минимум поговорили по душам то есть такое ощущение в этим картам получается что вы как будто бы либо у вас психолог есть какой-то хороший прям такой на уровне мага потому что здесь есть карта маг на психолог какой-то специалист на уровне маг как волшебство кто-то как по волшебству как волшебной палочкой волшебным каким-то бальзамом живой водой замазал ваши раны либо у вас есть психолог либо у вас есть очень хорошие друзья например может быть у вас есть какая-то очень добрая подруга которая новая появилась или вы помирились или встретились после долгой разлуки и она очень важна в целом или просто недавно была важна для вас видеть этот привод к это человек который растопил ваше сердце размягчил который заставил вас начали забыть как фея крестная может быть действительно крестная какая-то мама для кого-то может быть для кого-то сестра кого-то подруг прошлое нормально что было что есть теперь настоящее вот это главные вопросы да то есть какой точке судьбы вы сейчас находитесь насколько переломные важные моменты или насколько все может быть обычно обыденно да потому что эти затмения они же разные знаки людей с разными гороскопами очень по-разному цепляют и кому кому-то жизнь перелопачивает а кого-то в общем обходит или рикошетом там задевают слегка так в настоящий момент ну что в настоящий момент вы конечно в порядке вы абсолютно в порядке вы вот опять же под сенью этой любви королева кубков король кубков для кого-то от любящие родители для кого-то любящие брат сестру для кого-то подруги друзья набор то любимый мужчина может быть да а вот настоящий момент первых вас кто-то любит давайте начнем с этого кто-то любит неважно как важно за что неважно как это долго продлится но вы под сенью вы под защитой видимые вот такой вот невидимой но очень нежной защитой чьей-то такой вот любви иногда конечно король короля кубков называют очень ненадежным другом или любовником но мы пока это оставим не будем да уж тем более рядом пентакли девятка как знак абсолютного порядка причем это знаете может быть порядок буквальном смысле что вы его навели порядок в жизни недавно до навели каким образом как брались буквальном смысле упаковали убрали разобрали дачу или что-то такое порядок в работе порядок в делах что порядок любовь и занятость все никаких вопросов но у нас еще сегодня фигурируют вот такие карты мои любимые это итальянский оракул себе гадаю только на них если нужно в быту в спешке срочный совет достаю одну карту одно красивое итальянское слово и все понятно очень рекомендую если не знаете такие карты итальянский оракул давайте посмотрим что нам этот итальянский оракул то скажет про ваше настоящее до успели задать вопрос ага меланхолия вот видите все так хорошо чтобы аж скучно вы загрустили заскучали предались меланхолии люди так устроен когда все хорошо мы этого не видим не ценим и нам буквально становится скучно грустно на ровном месте все понятно что было что есть что будет в ближайшее время до затмения или 20 что будет с вами 28 октября именно в дату затмения или может быть через неделю после но надолго мы точно не смотрим то есть все в границах этих дат что будет чего вам ждать знаете какой то ваш отказ тут более вопрос к вам никакой объективны объективных каких-то проблем или разрушений внезапных дурных новостей я вообще не вижу а вот к вам вопросики вопросики так вам появляются потому что у вас тут и какие-то ложные надежды фигурируют то есть вы как будто бы ждали одно получили другое а это другое брать не хотите ты знаете как будто бы вам на замену в магазине предлагают другой товар на которого не согласны или это как если вы устраиваетесь например какую-то компанию на работу и вас на желаемую должность не взяли а говорят вот вступайте вот на какую-то другую должность другой отдел там или другим будете заниматься то есть какие-то надежды ваши изначально были ложны а здесь они не оправдались и все это в сумме дает вам там вот сомнительная может быть не очень хорошо такое настроение хим четверка кубков карта совет говорит пока вы вот так ручки держите на груди от чего-то отказываетесь вы пропускаете может быть какие-то важные в жизни шага да и представьте вам совет вам совет не игнорируйте мудрые советы вот представьте себе то есть есть определенная опасность для вас она внутри вас появится ошибочное поведение я так сказала у вас вы игнорируете что-то отталкивать от себя не хотите что-то взять или за что-то взяться и вы очень как бы сами запутались и других не слушайте вот такой набор карт очень характерный да еще здесь девятка жезлов она идет здесь вот так знаком сомнений или какого-то упрямство то есть вы сами себя загоните в это время в тупик связи с чем может быть итальянский оракул нам сейчас объяснить да это ваше ближайшее будущее ложный ложный путь его выберите ложный путь решения проблемы или может быть какие-то неприемлемые способы общения с людьми например способа разрешения конфликтов вот как будто бы черт под локоток вас толкает до его раз упираетесь и так вот упрямо сами себе вредите добрых добрые советы отвергаете возможности гоните прочь и сильно 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 во всем сомневаетесь так итальянский оракул нам поясняет диспетчер диспетчера диспетчера это по-моему значит недовольство да как недовольный вот так вот да собственно карта подтверждает вы будете недовольны быть упрямы будете вы сами заблудитесь обвините в этом кого-то быть очень недовольны недовольство ждет в это время ну вот так вот было что есть что будет чем для вас ну для вас какие-то подарки или поддержку что есть так для вас под влиянием это пятерка да да под влиянием такого плохого настроения какое-то разочарование может быть под влиянием депрессии вы можете даже как бы это сказать уйти от блага да уйти от контакта какого-то в одиночество видите вот пятерка кубков с отшельником да то есть это такой портрет человека который прям резко разочаровался в себе в людях боги во вселенной во всем и аж ушел куда-то аж решил уехать и переехать может быть а вот а по большому счету все не так плохо но вы вообще три карты это вот портрет человека опять же который не постоит за цену вы знаете это песни только красиво звучит мы за ценой не поставим прошу прощение мы за цену не постоим да а в жизни на самом деле это очень даже плохая детская и очень разрушительной позиции то есть вы любой цену это как такой принципиальный меня не поняли не оценили уход с работы на зло маме отморожу уши это называется да то здесь продолжается тема вашего упрямства но она более драматические более опасные формы принимают даже вы какую-то дорогу отправляетесь можете переехать и дом поменять и работу бросите что-то еще потому что но потому что вот так вот не постою за ценой чтобы доказать собственную правоту например начальнику уволюсь на принцип пойду вот какая-то такая история для вас и видите если мы в прошлом например очень много людей вокруг вас видим и в настоящем тоже то впереди видите фигурные карты рассасываются людей нету то есть миша поддержки но конечно больше независимости меньше советов но больше свободы выбора меньше влияют люди на вас так для дома семейные домашние взяла весьма благополучно все застолье семейный праздник и по большому поводу у вас будет семейный праздник примут какая-то мечта для целой семьи исполняется что-то вроде покупки дома до настройки дома чего-то еще вот большой в большой путь отправляетесь вы или кто-то из ваших близких например ребенок уезжает учиться или начинает учиться все обрадовались перекрестились его отправляют там порвали два баяна а вот и это прямо праздник то есть домашние взяла благополучно тут вопросов нет никаких для сердца про личные ваши сердечные дела когда спросим императрица прямо таки выпадают шальная до императрица выпадает на сердечные дела такой у это карта любви карта вообще каких-то женских дел карта очень ресурсная такая большая очень объемная щедрая любовь есть вашей жизни кто рядом о карта влюбленные рядом вообще аж три старших арка я такую троицу давно не видел вообще тема любви получается вашей жизни именно под этими затмениями под под этим лунным затмением она самая главная абсолютно при ведущие то есть вы тоже обратите внимание на ваш знак зодиака потому что понятно что затмение для каждого знака зодиака в принципе для каждого гороскопа работают как-то по-своему а поэтому здесь очевидно эти любовь страсть это и новые знакомства можете встретиться и полюбить можете так как в первый раз то есть любовь чувства могут невероятной силой вами овладеют чувство невероятной силы да вот и можете влюбиться до одержимости потому что здесь есть дьявол а дьявол какую любовную историю описывает как вы думаете если увязка готов к всей птичке пропасть то есть он немножко любовь это прекрасно прекрасная страна но видите назад пути нету просто так легко от этой любовной истории вы не откажетесь вы из нее не выберетесь близ потерь то есть это история навсегда история может быть большой привязанностью даже большими жертвами с вашей стороны но пара по судьбе большая любовь влюбленные карта взаимность то есть то же самое про одержимость про зависимость про сильные чувства это мы про вашего партнера можем считаю же сказать вот она ведущая основная тема в этого времени появляются у вас представляете как интересно ну вы тогда двадцать восьмого числа по крайней мере заводим уроки да по крайней мере двадцать восьмого числа нарядитесь только как-то позаметнее вот красное платье наденьте себя рекомендую чтобы привлекать к себе внимание в романтическом смысле носить красную одежду бесплатный совет бонусом вам идут пользуйтесь для сердца такая страсть большая даже итальянский оракул сейчас достану для вас потому что это очень-очень или на микро враг такой но я думаю что здесь это просто портрет мужчины враг в том смысле что он как бы противник противник да на любовном фронте в это портрет мужчины во всех случаях любой кому мы в этой жизни испытываем сильные чувства определенную смысле нам враг бывает наоборот что такое что сильные чувства как раз рождается из ненависти до сильное чувство к врагу быть ли вам осторожными ну кстати да это предупредить и дьяволы есть и на миг а то есть враг то есть это человек в общем то довольно таки может разрушительно ваш судьбе сказаться этот человек это его присутствие это любовная история пусть мы вас предупредить чувство сильные чувства взаимной истории незабываемая просто яркая но то что это опасно эмоционально опасно это явно да и очень сильно вот так и должно быть иначе зачем она нужна любовь на иначе то все пресно так это для вас для дома для сердца чем дело кончится чем эти затмены и тела ваше переживание закончится опять ну любовью амор и амор написано что тут сказать королева так ли то есть речь о браке идет если вы уже замужем то есть ваши семейные дела примирение с мужем благополучие в семье если вы одиноки то роль жены их ради не тянется чего для вас время это готовит да а и . четверочка пентаклей то есть как знак ценность это такая достижение определенной не сгораемой суммы не сгораемого какую-то рубежа например в отношениях если вы это может быть новость о помолвке предложение о браке хотя с четверкой пентаклей это иногда одинокий дом часто это бывает одинокий дом крепость для одинокого человека но тут у вас как будто бы вас уже двое как наверное вам никто просто 3 не нужен чем же сердце успокоится у вас в это время чего себе это выбор своеобразный сердце вот пятерка ничего знаете традиционно карт который никак не может никакой сердце успокоить потому что она очень нервная карта ссор конфликтов по ней критика и претензии идут на тем не менее вам вас могут быть вас может быть такой особый гороскоп когда вот так все благополучно гарантированно хорошо вам как раз нужно немножко ругаться или почувствовать себя отвергнутыми чтобы чтобы что ну чтобы больше быть похожим на себя чтобы оказаться более в какой-то своей тарелке вот как ни странно сердце успокоится это может быть возврат к прошлым переживанием каким-то к прошлым более ничего странным нет любой психолог вам это опишет что многие 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 из нас как на иголках себя чувствует когда в жизни все хорошо когда тут сигами хорошо когда замуж хорошие люди берут когда дома все хорошо это невыносимо больно такую жизнь проживать как ни странно как ни странно до острые слова может быть острый какой-то супер откровенный разговор поставят точки над и и соответственно тогда вам почему-то будет от этого легче но смотрите только чтобы после такой впечатляющей роскошной или история любовной до семейной чтобы вы не не дошли до разрыва отношений потому что все таки ссоры противные тут по этой карте и можно даже и совсем все бросить знаете как сбежавшая невеста как это получается а ну и итальянский оракул тоже нам что здесь скажет имена имена правильно прочитать это слово имена но это гимний мы говорим поэтому то есть видите здесь кольцо мужская рука да с кольцом надевает на женскую руку кольцо в общем цепи гимний опять же брак предложение о браке свадьба кольцо помолочь на кольцо может быть вот к чему вы идете именно для вашего варианта такая выразительная любовная или кого-то может сказать уж и крачная история спасибо увидимся